Меня спросили в комментарии, какой подкаст я посоветую для изучения английского Ну, во-первых, я хочу сказать, что находясь в Америке уже, я не изучал английский формально никогда Я уже только слушал, что-то запоминал Один раз я брал курс, такой тренинг, не онлайн, а вживую Это было по исправлению акцента Этот тренинг берут здесь не только эмигранты Ну, вернее, мало кто из эмигрантов о нем знает, но даже американцы его берут Например, вы родились в Техасе, у вас техасские акценты, вы актер, вам надо от него избавиться и так далее Вот, сколько-то занятий я принял на эту тему Не могу сказать, что я избавился от акцента, но как-то это помогло Но, в принципе, это, конечно, очень хорошо, что вы теперь думаете только категориями подкастов Но не забывайте, что существуют еще и книги То есть книги никто не отменял Конечно, не те книги, как я помню, из советской школы, где мы говорили Who is on duty today? Ответ Mike is on duty today London is a city of striking contrasts Да? Ну, есть и другие английские учебники, которые сейчас наверняка вы можете заказать по интернету, купить, скачать как угодно Дальше Надо слушать Сегодня вы имеете возможность слушать подкасты просто на английском языке Не подкасты с инструкциями, как изучать английский язык А просто подкасты на английском языке или видео на английском языке Если вы будете захотеть на YouTube и смотреть новости на английском языке или видео Включите там субтитры Вам будет легче Вы будете смотреть на человека, смотреть на его движение губ, на мимику И тут же подглядывать и читать титры Причем это, мне кажется, проще, чем смотреть фильмы с титрами Потому как здесь вы можете себе найти правильного Не правильного, а наиболее вам подходящего диктора, подкастера, видеоблогера Который говорит четко, четко высказывает слова И вам будет легче его понимать и смотреть на субтитры Я хочу сказать, что недавно, совсем недавно, буквально вчера Или позавчера я смотрел видео Эдварда Сноудена Да, того предателя, который убежал и сейчас где-то находится в России, скрывается Я за ним не следил, считаю его предателем, кстати Но при этом, я вчера был приятно, очень удивлен, насколько он, по-английски это называется eloquent Он может артикулировать, он может высказывать, красиво говорит, отличный английский Вот я вам посоветую его посмотреть Хороший английский вам нужен Вам нужен человек, который говорит хорошо по-английски Включайте субтитры YouTube сейчас очень часто автоматически делает субтитры Он научился, умница, молодец Когда я сюда приехал, ездил на работу Он до сих пор есть этот замечательный, грозный, ужасный Ховард Стерн Он такой похабный ведущий, его шоу похабное Сейчас он только на вот этом канале, который спутниковый радио, Sirius называется Но при этом английский у него идеальный, просто идеальный английский В общем, выбирайте кого-нибудь и слушайте его Я много, уже много лет я, используя современный русский сленг, много лет я топлю за изучение английского Много раз я повторяю для программистов, которые спрашивают, какой язык первый учить А я всегда говорю, английский первый, а потом уже язык программирования Теперь я хочу сказать не только программистам, всем, просто всем Не так давно мне довелось побывать на Круизе На Круизе такой красивый шкарный корабль, плавал по Европе, по Средиземному морю И, естественно, там много людей работает на этом корабле Мы с женой там сидели в ресторане И сначала подходят сомелье, это называется Сомелье, это человек, который хорошо разбирается в винах И вам может что-то посоветовать, вино к ужину и так далее Подошел молодой парень, мы с ним поговорили На кораблях многие говорят по-английски с акцентом Мне потом жена говорит, ты знаешь, он, мне кажется, из Союза Его звали Дмитрий, по-моему Когда он еще раз подошел, мы с ним разговаривали Да, парень из Винницы Не из Винницы, нет, из какого-то села под Винницей Я ему говорю, объясни мне, каким образом парень из винницкого села мог стать сомелье Но опять же, мою бытность, мою молодость это просто даже не рассматривал Он мне говорит, что так и так, что моя мама хотела, чтобы я работал за границей И конкретно на круизах Поэтому я поехал куда-то в Одессу В Одессе есть какие-то школы, которые готовят людей для устройства на работу на круизы Выучил английский, и вот я там Да он говорит, да, здесь не только я с Украины Вот еще там официантка подошла, и она с Украины Еще метр дотель, где он с Украины И она с Украины вернее К чему я это говорю? Любой из вас, кто служит этот подкаст, сидя в небольшом уездном городке Не имея никакой работы Или имея работу, которая позволяет вам только сводить концы с концами Особенно, если вы молодой человек, и не боитесь работать Изучите английский язык Это первое Изучите английский язык Вложите деньги в изучение английского языка, в себя любимого Потом берите какие-то курсы, опять же по рекомендации, чтобы не нарваться на аферистов Ну вот те же круизы, или может быть еще набирает куда-то там на запад работать Будете работать много? Конечно Работа на круизе это не отдых на круизе Это 7 дней в неделю, несколько дней подряд, а может и несколько месяцев подряд Ну, жизнь такая, но хоть заработайте пару копеек Это намного практичнее, чем просто жаловаться и говорить, что я не могу найти работу Все, конец, мне конец Не конец Любой человек, изучив английский язык, может найти работу Не простую, не такую крутую, как программисты имеют Но может найти работу и взять свою судьбу в свои руки Что еще сказать по поводу английского? Да, сегодня намного больше возможностей изучать язык, чем мою молодость Не только книги, но и любые курсы, тренинги Найдите человека, который пользуется репутацией В вашем городе, на какие курсы люди ходят Может быть в институтах, в университетах, в колледжах есть известный хороший преподаватель в вашем городе Я до сих пор не помню, никогда не забуду прекрасного преподавателя и человека Моего учителя по английскому в Новочеркасском политехе Алису Семенову Кудькову Милейшая женщина, умнейшая женщина, отличный человек В общем, она сыграла огромную роль в моей жизни Именно потому, что она мне помогла с английскими Когда я его любил, ну и она нас любила, относилась к нам хорошо И поэтому, может быть, и английский у нас был лучше, чем у других Не скажу идеальный, но лучше, чем у других точно Найдите себе преподавателя Не можете найти, наймите кого-нибудь по скайпу Сейчас на скайпе вы найдете частных людей, которые будут с вами заниматься частным образом И не пытайтесь сразу схватать звезды с неба Вот, я не хочу, чтобы он меня учил Он сам тоже там с Украины или с России И у него наверняка акцент И чему он меня научит А вы, если этот преподаватель Если этот преподаватель имеет неплохой рейтинг в интернете То надо начать с этого Пока вам сложно понять, есть у него акцент, нет акцента Вам надо бегло разговаривать Это главное Бегло говорить важнее, чем правильнее писать Особенно для не очень квалифицированной работы за рубежом Разговорный язык Я помню, когда-то в 90-м году мы поехали по культурному обмену в Израиль Мы там жили и работали в Кибуце Я из Киева тогда еще ехал И в нашей группе был парень Саша, по-моему, в Подольске его фамилия была Такой веселый парень, очень общительный Вот, и у него не было проблем с общением Иврит, иврит, мы его не знали совершенно И, конечно, когда не знаешь иврит или любой другой язык И многие люди стесняются и думают, ну вот я буду говорить, буду говорить неправильно Он выучил три слова Он со всеми разговаривал прохожими на улице Просто со всеми, на иврите, словами, руками, как угодно Не стесняйтесь, вас поймут Врагов нет, понимаете, которые просто не захотят с вами общаться Ну, на Западе, по крайней мере Вот, с вами будут общаться и вы будете продвигаться в своем понимании английского языка Читайте книги, возьмите книгу простую какую-нибудь на английском языке Читайте ее без словаря Попытайтесь домучить ее как-то Догадывайтесь, умирайте, а догадайтесь, о чем там была речь Попробуйте И таким образом у вас словарный запас повысится и так далее Одним словом, ребята, учите английский Не буду вам уже больше надоедать сегодня Да и вообще я на прогулке, как вы понимаете Вот тут в парке сижу В парке Gramercy Park Напротив ООН как раз И мне тут не достук с вами болтать об английском языке Мне надо идти и накручивать свои шаги И enjoy Manhattan Чего я вам желаю Будьте здоровы